Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем говорить о политических амбициях Иисуса Христа. Пятый аспект, и на мой взгляд тоже достаточно важный, он состоит как раз в том, как был распят Иисус. Дело в том, что фарисеи, книжники и ребята, которые управляли тем обществом, они не отважились взять и арестовать Иисуса публично на праздники, где он был абсолютно в доступе, то есть он не прятался, он учил в храме. Тем самым они признали, что популярность Иисуса Христа была достаточно высокой. Обратите внимание на то, что его арест был преподнесен римским властям, как арест человека, который является возмутителем общественного спокойствия, претендует на власть Кесаря и пытается быть человеком, который поднимает мятеж против римской власти. И постоянно мы увидим одну потрясающую вещь. Постоянно фарисеи преподносят Пилату идею, что арест Христа политический, а не религиозный. Они представляют его как возмутителя спокойствия, как того, кто претендует на царскую корону в Израиле. Они постоянно и постоянно переводят дело Иисуса Христа в политическое русло. Последнее, что они делают, что ставят точку в внутренних, знаете, таких метаниях Пилата, когда они говорят, если ты отпустишь его, то ты не друг Кесарю. Они намекают на то, что Иисус, он претендует на вселенскую власть, поскольку римский император в то время как раз таковую и олицетворял. И когда Христа распили, над ним была поставлена табличка с надписью «Царь Израиля». Таким образом, власть того времени четко, конкретно и достаточно откровенно признает, что она понимает, что Иисус Христос является не просто религиозным деятелем, но и тем, кто претендует на абсолютную власть в этом мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!